Служение Деррика Принца. Чего Бог ожидает от нас. Часть первая. Сегодня я хотел бы вместе с вами обсудить ответ на один вопрос, который я задаю себе уже много лет. Вот, я хочу поделиться с вами тем ответом, который я нашел. Я не уверен, что знаю полный ответ, но думаю, что этот вопрос так или иначе задавали себе многие из вас. Почему Бог на протяжении многих и многих веков допускал беззаконие, насилие, страдания, богохульство, безнравственность? Все это невыразимое зло, которым наполнена человеческая история, и которое с каждым днем только увеличивается. Почему Бог не вмешивается? Ему стоит сказать лишь слово, и зло будет разрушено. Так почему он этого не делает? Чего он ждет? Мы с Руфью зачитали отрывок, в котором можно найти ответ на этот вопрос. Он желает создать для себя особенный народ. И на протяжении всей человеческой истории, все его дела были направлены на то, чтобы создать народ, ревностный к добрым делам. Народ, который будет полностью принадлежать Ему, святой, отделенный, посвященный Ему, служащий Ему и прославляющий Его. Во втором послании Коринфянам 6 главе мы можем больше узнать об этом народе. Бог не только хочет обрести свой собственный народ, но также и место, где Он мог бы пребывать, свой храм. Слово «храм» в греческом варианте означает «место пребывания Бога», то есть там, где обитает Бог. Во втором послании Коринфянам 6 главе 16 стихе Павел говорит верующим, «Ибо мы — храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Поэтому мы не только должны быть Божьим народом, но также и Божьим храмом. В Писании Бог говорит о трех основных местах, в которых Он пребывает. Первое — это скиния Моисея. Снаружи она выглядела очень просто, она была покрыта козьими шкурами, и в ней находился еще один навес, размером поменьше. Внутри нее были прекрасные драгоценные камни и другие сокровища. Но снаружи сильного впечатления она не производила. Так было как до вхождения Израиля в Ханаан, так и довольно долгое время после этого. Далее, во времена Соломона, Бог повелел построить себе храм, Иерусалимский храм. Возможно, он является самой дорогостоящей и великолепной постройкой за всю историю человечества. Не думаю, что в мире у кого-либо есть средство или необходимое мастерство, чтобы воспроизвести это здание. Это стоило бы миллиарды долларов. Внутри храм был облицован золотом от потолка до крыши, и сама эта работа требовала высочайшего мастерства. Я не думаю, что в наше время есть строители, способные построить такое великолепное здание. Это действительно потрясающее здание. Храм просуществовал несколько сотен лет, но в конце концов был полностью разрушен при Новохудоносоре. Далее. При Ездре был построен новый храм уже после возвращения иудеев из плена. Но он не смог приобрести ту славу, которая была у первого храма. Перед рождением Иисуса злой царь Ирод повелел перестроить и расширить этот храм. Но, так как строил его человек со злым сердцем, менее чем через одно поколение после завершения перестройки, храм был разрушен до основания. Его разрушили римляне, как и предсказывал Иисус. Так что же еще могло бы стать постройкой для Бога? Какой самый драгоценный материал, из которого Бог может построить себе храм? И вот вам мой ответ. Это люди. Я верю, что люди — это самые драгоценные живые существа на земле. В Евангелии от Марка 8 главе, 36 стихе, Иисус сказал, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Для меня эти слова значат, что одна человеческая душа важнее целого мира. Здание, о котором говорят Павел и Петр, и которое упоминается в пророчестве, это здание из живых камней, то есть из людей. Я верю, что это самая дорогостоящая постройка во всей истории человечества. Во-первых, из-за цены, которая была уплачена, эта цена — драгоценная кровь Иисуса. Он искупил нас своей драгоценной кровью. Во-вторых, из-за материала. Он построен из людей. Я думаю, что человечество в целом то есть большинство из нас не понимают настоящей ценности человека к себе и к окружающим. Мы относимся так, как будто ни мы, ни они ничего не стоят. Я думаю, что частично это связано с разными учениями, в которых примешано много лжи из науки и других источников. На самом деле, я считаю, что это и является главной целью дьявола — обесценить человеческую жизнь, чтобы она казалась ничего не стоящей и абсолютно бесполезной. к сожалению, многие из нас так или иначе обмануты дьяволом и не осознают своей невероятной ценности. Для меня самое ценное, что есть на Земле, это человеческая жизнь. Я бы хотел вернуться к моменту сотворения человека. Я верю, что человек — это уникальное творение. Я верю, что человек — это уникальное существо. Он был сотворен особенным образом, так как никакое другое живое существо. Все остальные существа были созданы через Божье Слово. Бог сказал Слово, и оно стало реальностью. Это касается небесных сил, небесных светил и всего остального. Когда дело доходит до сотворения человека по имени Адам, важно помнить, что когда в Библии говорится о сынах человеческих, речь идет о сынах Адама. У его имени есть двойное толкование. На еврейце «земля будет Адама». Также есть еще слово «дам», которое означает «кровь». Адам был создан из земли, но в его жилах текла кровь. Еще одна вещь, которая меня всегда впечатляет в Библии, это особенное сочетание лаконичности и глубины текста. Весь процесс сотворения человека описан в одном стихе. «Бытие», вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь Бог, то есть Иегов, человека Адама из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Не знаю, как для вас, а для меня это очень яркая картина. Мы знаем, что есть Великий Творец или Бог Отец, Который сотворил все через Сына Иисуса Христа. Божий Сын или Бог Сын — это вторая ипостась Бога. Вот Он преклонил колени, взял глину, перемешал ее в руках и создал из нее тело человека, тело мужчины. Я уверен, что человек стал самым совершенным художественным произведением, которое когда-либо видела эта земля. Прекраснее, чем творение Микеланджело и других скульпторов или художников, это было совершенное творение Божьих рук. Но все же это была просто глина. Знаете, общаясь с человеком, Бог всегда снисходит до его уровня. Так Творец склонился над лицом глиняного Адама, приблизил свои губы к его губам и, как мы читаем, вдунул в лицо его дыхание жизни. Иврит — это один из языков, в котором значение слова изменяется в зависимости от звучания. На иврите он вдунул произносится как «вей-па». Это очень мощное слово. Если вы изучали фонетику, то знаете, что буква «п» передает взрывной звук. Когда вы произносите этот звук, он звучит как взрыв. Сейчас я покажу вам. Я возьму лист бумаги. Внимательно смотрите на него. Я сейчас произнесу слово «пип». Видите? Лист движется от воздуха. Есть еще одна важная буква, это буква «хэт». Англоговорящие не умеют произносить этот звук. Шотландцы, ирландцы могут, а англичане нет. «хэт» — это удлиненный гортанный звук. Звучит как «вай-па-х». Это слово передает то, что Бог вдохнул в человека свой дух жизни. И что тогда произошло? Появился живой человек со всеми прекрасными органами и частями тела, глазами, губами, сердцем, кровеносной системой, нервной системой. есть еще много всего, что я даже не понимаю. Только представьте, как это все произошло, когда Бог вдохнул в Адама свой дух жизни, это тело из глины ожило и стало самым прекрасным из его творений. То, чему он уделял больше всего внимания, даже больше, чем ангелам, звездам или горам. Человек стал живой душою. Бог вдохнул в человечество частицу себя. И до сих пор он ищет эту частицу себя в каждом человеке. Потому что, когда обманутый сатаной человек пошел против Бога, его душа, которую Бог вдохнул в него, оказалась отрезанной от Бога. Но в Евангелии от Луки, 19 главе, 10 стихе, Иисус сказал, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Бог хотел, чтобы Иисус восстановил то, что Он вдохнул в человечество то, что дьявол украл. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 4 главу, 5 стих. Есть несколько вариантов перевода. Я с 10 лет учил греческий язык. Это не делает меня экспертом, но позволяет составить свое мнение. Я думаю, что в новом американском стандартном переводе самый верный вариант этого стиха. Он сказано тут, то есть Бог до ревности желает Духа, живущего в нас. То есть Бог до ревности жаждет тот Дух, который Он вдохнул в человечество. Он послал Иисуса взыскать и спасти погибшее. Я думаю, что проблема человечества номер один, вы сами можете попробовать догадаться, но думаю, вариантов будет много. Так вот, я думаю, что проблема человечества номер один, корень всех наших несчастьей в том, что мы не чувствуем собственную ценность. Мы не осознаем, что мы самое ценное Божие творение. Вот это настоящая трагедия. Дьявол, враг Бога, особенно радуется, когда ему удается изуродовать Божий образ в человеке, затащить его в грязную канаву и заставить вести себя хуже, чем животное, потому что сатана ненавидит Бога лютой ненавистью, он не может добраться до него, до Бога. Поэтому он набрасывается на Божий образ в человеке. Я помню, много лет назад одна из моих дочерей, которой сейчас здесь нет, была помолвлена с одним молодым человеком. она всегда носила его фотографию с собой, но неожиданно получил от него письмо, в котором он разрывал их помолвку. Я не хочу сказать, что это был духовный поступок, но она разорвала его фотографию. Я думаю, что именно этого и хочет дьявол разорвать, уничтожить Божий образ в человеке. Я думаю, что многих из нас, вернее, всех нас, можно сравнить с человеком, который держит в руках невероятно красивый бриллиант. И вот он разменивает его на пачку сигарет или на билет в кино. Не отрицайте, все мы так поступали, разменивали себя на вещи, несравненно менее ценные, чем то, что Бог вложил в нас. Но Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Вернуть то, что принадлежит Богу, но было украдено. Вернуть нас с вами. Мы принадлежим Богу, но сатана украл нас у него. Сатана обманул нас. Он заставил нас презирать этот бриллиант и разменять его на что-то дешевое и пустое. бывает, что мы все удивляемся сами себе и стыдимся своих поступков. Я говорю не только о больных алкоголизмом или наркомании, а о человечестве в целом. Каждый из нас так или иначе в тот или иной момент обесценивал себя, мы променяли настоящее сокровище на что-то пустое и ничего не стоящее. Но Иисус пришел, чтобы собрать народ для себя, взыскать и спасти погибшее, вернуть человечество себе и создать народ, который принадлежал бы ему полностью. Я очень люблю этот отрывок, который мы с Руфью провозглашали, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Остановитесь на минуту и подумайте об этом. что для вас значат эти слова о том, что Бог хочет, чтобы вы были частью Его особенного народа? Искупленные Богом — это самый особенный народ на земле. Только ради нас Бог продолжает терпеть зло, боль и страдания на земле, потому что Он хочет создать Свой особенный народ. но нам нужно ответить на Его призыв. Иисус совершил Свою часть работы. Она нужно совершить нашу, чтобы стать частью этого особенного народа. Я хочу сейчас поговорить о двух вещах, которые Бог ждет от нас. Первое — это чистота. Чистота переходит в вечность и видит положение дел вне временных рамок. Понимаете, христиане не созданы, чтобы жить во времени. Мы созданы для того, чтобы жить во всей вечности. вечность всегда должна быть у нас перед глазами. Но я считаю, что у нас и во многих других странах Европы большинство тех, кто называет себя христианами, потеряли вечность из вида. Они не могут в своих мыслях выйти за рамки времени. У Павла есть слова, которые подходят и к нашему поколению. Я разговаривал с одной молодой женщиной, которая была с нами. Ей было 26 лет, и она сказала, что мы поколение X. Нам нечем больше бунтовать. В каком-то смысле мы безнадежные люди. Что осталось в этой жизни для нас? И когда я размышлял об этом, я понял, что Павел очень точно описал эту проблему. Давайте откроем 1-е послание Коринфянам 15-ю главу, 19-й стих. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях. Это очень мощный стих. 1-е Коринфянам 15-19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Другими словами, если мы называем себя христианами, но ищем только того, что есть в этой земной жизни, то мы самые жалкие, самые несчастные люди на земле. Именно поэтому мы видим так много христиан в плачевном состоянии. Потому что у них нет никаких ожиданий, кроме того, что они могут получить в этой жизни. Зарабатывание денег, еда и одежда, достижения, успех, дом, близкие. Они заботятся об этом прежде всего. Они просто не могут перевести свой взгляд за пределы времени на вечность. А мы созданы для того, чтобы быть с людьми, у которых вечность в сердцах. Несколько лет назад я очень сильно заболел. Это было на Гавайях. Я тогда не боялся смерти, хотя это вполне могло произойти, но я хотел получить ответ от Бога. Я всегда верил в божественное исцеление. Учил о нем и сам видел множество исцелений. Что же было со мной не так? почему я не мог исцелиться? Это было похоже на интервью с Господом. Я не знаю, произойдет ли это в тот момент, когда мы предстанем перед судом Христа, потому что написано, что мы все придем на суд. я хочу сказать, что он никогда не осуждал меня. Он говорил как бы со стороны, не касаясь моей личности. Он по очереди показывал мне разные сцены из моей карьеры, прежде всего, как служителя полного Евангелия и харизматического служителя. Он показал мне, каким плотским человеком я был. Хочу пояснить, чтобы избежать недопонимания. О Божьей благодати я никогда не был виновен в пьянстве или разврате или в незаконном присвоении денег. Кстати, именно этого люди и ожидают от проповедников, которые исповедуют свой грех. Хотя очень часто они правы, но Бог, Господь Иисус, показал мне, насколько плотским человеком я был. Он показал мне несколько сцен, многие из них в разных ресторанах, и Он открыл мне, что суть жизни по плоти в том, что мы живем так, как будто после этой жизни больше ничего нет. Если вы так живете, даже не совершая какой-либо грех, вы все равно живете по плоти. вы совершенно промахнулись мимо цели, которая есть у Бога для своего народа. Вы помните отрывок, о котором мы уже говорили? Там сказано, «Ожидая блаженного упования, явления, славы, великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Каждый из нас постоянно, каждый день должен искать блаженного упования. Когда мы упускаем его из виду, мы живем по плоти. Мы можем использовать религиозные слова, посещать церковь, молиться, но на самом деле Божьей радости у нас нет. Во время своих поездок я заметил одну вещь, которая меня удивила. Очень часто христиане, у которых мало что есть в этом мире или которые подвергаются преследованиям, имеют в сердце огромную радость, намного большую, чем те, кто лучше обеспечен в этой жизни. Я понял, что так происходит потому, что они сконцентрировали свой взгляд на вечности, они смотрят на то, что ждет их в будущем. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы верите, но несчастливы и не чувствуете себя наполненными, если вы в смятении или даже злитесь на Бога за то, что Он что-то не сделал для вас, я скажу, что ваша главная проблема в том, что вы перестали фокусироваться на вечности. ваше ожидание относится исключительно к этой жизни, потому, что вы верите, что все равно попадете на небеса после смерти. Но я говорю о другом. Я говорю о том, чтобы фокусировать взгляд на вечности. Как пишет Павел, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Нет более жалкого зрелища, чем христианин, который больше не видит вечности. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6ам. 6ам.